На данный момент в плане квестов получилось так, что все дороги ведут в мёртвый город, или как его называют сталкеры, городок 32. Туда-то сегодня меченый со своим верным напарником мастером и отправится. По традиции желаю приятного аппетита всем, кто ест, пьёт, а также приятного просмотра. Итак, стартуем мы сразу, получается, на блокпосте наёмников. Я вот перед началом серии зачистил, тут всё, ну точнее мастера зачистил, а я так рядом стоял. Тут у нас хитман, кольт, некий. Ну-ка, он чё там вообще бесшумный? А мы это не проверим, бесшумный, потому что в нём нет патронов, да? Ты не сдашь шум, если не будешь стрелять. В общем, вот эти снайперки, оказывается, ваншотят, они тут втроём в вагоне засели и стреляли по очереди, и меня насиловали. Но, конечно, ДШК мастера знает своё дело, и тут у нас остался какой-то наёмник, ну точнее это торговец, голландец, нейтральный, интересно, кто это, давайте поговорим с ним. Здрав, будь наёмник. Сам не сдохни, догадяга. Интересуешься дорогими качественными снаряжениями профессионалов? Подобрал под себя кое-что интересное? Ух ты, ага. А-а-а, дорогое и качественное вооружение, запомнили, да? Что у нас тут, дорогое и качественное? G36 задроченная, мурка некая, которая сосёт моему дробовику по характеристикам, и Ремингтон. Всё, дорогое и качественное, да? Ладно, я бы у тебя что купил? Я не знаю, что там потварим в мёртвом городе, но на всякий случай я бы купил кучу дроби. Также, чего ещё мне не хватает? Еды давай. Картриджи вроде у меня на месте. Аптечки я все сбагрил. В тайник оставил только армейские и научные, и ту армейскую часть сбросил. У меня же картриджи. Можно и РПшки взять. Ага, у меня 55 тысяч, подожди, какие РПшки? Не-не-не, пока что воздержимся от всего этого дела. Ну что ж, мёртвый город, друзья. Хозяин, дядя Коли где-то здесь. Погиб он, но я чувствую его душу. Говорит, чебурашка, и чё он ещё говорит? Она не может найти себе покоя, ищет меня. Давай поищем остатки Коли. Сообщение. Охренеть, стрелок, это ты? Почти месяц уже твой КПК в сети не видно было. Мы уж думали, ты погиб. Доберись до нас, если сможешь. У нас тут серьёзные проблемы. Лови метку на карту. Постарайся добраться до нас до заката. Ночью город смертельно опасен. Мы включим сирену за 20 минут до закрытия дверей. Не понял. Но начинается что-то интересное. Это чё такое? Бар укрытия. А это чё, связной? Мне со связным тут надо встретиться. Ну как встретиться? Спасти его. Так, БТР. Пока не знаю, где искать. Самогонный аппарат. Метка у нас, если чё, есть. Так, ну что ж, давай, мастер. Отправляемся. Нас тут ждёт что-то интересное. И нужно по сторонам смотреть. Может, я где-то встречу этот БТР. Потому что метки на него нету. Это что? Это найти сталкера Кулю. Кстати, это по заданию чебурашки. Пока что вообще ни одной живой души не вижу. Всё, что я слышу, это зомби. Но вон вижу зомбированных. Так, мастер, ты главное держи себя в руках. И лишний раз руки не распускай. Потому что нам это не надо. Хотят у спасать сталкера Кулю от кого? Какой-то минор. Какие-то галюны начались у меня. О боже. О, что за херня? Меня телепортировало сюда. А мастер спокойно зашёл. Херня, какой нафиг минор? Рус белый, тут ещё зомбированный. Добрый день. Чё мы тут делаем? Исчез. Понимаю. Аномалия. Где мастер? Алло. Имей совесть. Так нагло запрыгнул к нам. Так, ну а вот и связной, походу. А, ну это он, наверное, и есть, да, минор? О, привет. Зря ты, мужик, сюда пришёл. Не выйти теперь тебе отсюда. Ну да ладно, вдвоём хоть не так помирать страшно. Как это не выйти? Ты кто такой? Что тут происходит вообще? Меня минором кличут. А это здание пространственная ловушка. Пропробовать. Всё время в холл перекидывает. Я тут уже больше суток сижу. Зашёл я, блин, артефактов поискать. Придурок. Да так и застрял тут. Видимо, теперь вместе сидеть тут будем. У тебя еда есть? Глядишь, протянем ещё немного. Да уж, задачка. Ладно, погоди, отчаиваться. Возможно, я что-то придумаю. Там зомби вокруг что-то ругаются. Ну не знаю, это... Ну вроде это связной, как бы. Вот. Но пока что с ним диалогов по поводу... Да иди ты нахрен, мастер! По поводу того, что, типа, привет, связной у нас нету. Ладно, я поем. Тебе не дам. Ну, по крайней мере, пока. Так, и что нам делать? Может, Чебурашка что-то подскажет? Нет, у Чебурашки никакой подсказкой заручиться нельзя. Блин, ну давай попробуем. Тут всё обыскать для начала. Реально, вокруг зомби одни. И все они кричат. Не кричите, бесите. Мастер, тебе же пофиг на все эти аномалии. Давай, этот... Ты выберешься отсюда и пошлёшь там сообщение всем, что мы застряли, помогите. Так, на крышу я могу выйти? Нет. Понимаю. Ну тут сейф какой-то. Но он пустой. Тракмастеру сказал ждать здесь, потому что он задрал за мной бегать и блочить меня по комнатам. А тут вот особенно они узкие, поэтому пусть там стоит. О, пластинку нашёл очередную. Снорк, здравствуй. Ну что ж, друзья, я могу поздравить нас. Я ничего не нашёл. Как отсюда выбираться, я не знаю. А, о, смотрите, какая-то книга. Ну-ка. Ленин, государство и революция. Перезидание работы 1917 года. Отпечатано в 1984. Книга почему-то в очень хорошем состоянии. Страницы даже не пожелтели за всё время. Обложка тоже в прекрасном состоянии. На ощупь книга немного тёплая. И чё? Мне это, если честно, ничего не даёт. О, мастер обдристался. О, зомби идут сюда. Ну давай, мастер. Принимай их. Молодец. Молодец. Боже, они тут прям реально за стеной. Их много. Их, мягко говоря, много. Страшно серьёзно, кстати. Не знаю, запланировано ли так, что они все стали стягиваться к зданию и орать тут, но получается крипово. Так, я не знаю, может тебе эту книжку показать? Нет. Блин, чё делать? Я вообще не понимаю. А, тут что-то есть. Я тут что-то подобрал только что. Чё я подобрал? Ещё одну книгу. 20-й, ну я так понимаю, это две римские цифры, 10. 20-й съезд КПСС. Сценографический отчёт. Том 2. Сценограмма отчёта 20-го съезда КПСС, на котором Хрущёв развенчивал культ личности Сталина. Книга почему-то в очень хорошем состоянии. Ну, то же самое, короче. И чё, может мне все эти книжки нужно найти тут? А потом сила коммунизма поможет мне выбраться отсюда. Звучит как план. Поэтому пойду ещё искать книги. Да, попросил мастера стоять и ждать, а он в итоге решил не дожидаться меня. Кроме того, он запер меня тут. Короче, умный ты. Так, мастер, какого хрена ты так плохо держишь оборону? Тут уже чел прошёл, убивай его нафиг. И вот тут толпа идёт, по-моему, да? Или не тут, подожди. А, вот они, вот они. Иди давай, вали их. Умничка, умничка. У него уже почти 2000 ранга. Ну и между делом, я ничего не могу найти тут нового. Честно. Может, сюда нужно книги положить? Ну, мало ли. О, нашёл ещё одну книжку. Может, не всё потеряно? Ну, короче, моя теория пока такова. То, что нужно найти все книги и либо сдать этому челу, либо положить их в сейф. Ну, я не знаю просто, что ещё можно. Сейф же там не просто так стоит. Я говорю, сила коммунизма поможет нам. Нужно ещё искать. Кто посмел держать такую литературу в таком месте? Изверги. Я слышу контролёры. Вот это уже плохие новости. Нужно его убивать, потому что он сейчас будет своим излучением на мозги действовать. Так, мастер, ты живой? Чё это? А, подожди, записка? Тут огромный листок лежит просто. А я его только сейчас увидел. Лол. Записка какая-то. Кажется, была приклеена к сейфу. В очень хорошем состоянии, словно была написана вчера. Уважаемые товарищи, не бросайте партийную литературу, где попало. Если товарища Козлова, ответственного за библиотеку, нет на месте, кладите книги в сейф. Он их потом оттуда уберёт на место. Ну, всё понятно, короче. Трудно не догадаться. Какой-то пустой сейф, книги разбросанные. Осталось только ещё одну книгу найти. Не знаю, может, опять где-то в толчках. Просто я уже все остальные комнаты обыскал, и, ну, сами понимаете, безрезультатно. А, да, реально, вот. Я нашёл уже пять книг. Чё за книги я нашёл хотя бы? Так, это мы уже находили. Апрельские тезисы Ленин. Развитие капитализма в России Ленин. Ну, и том 1, стенографный отчёт. Том 2 мы находили до этого. Так, предлагаю сложить те книги, которые у нас сейчас есть, вот сюда. Если сработает, хорошо, если сработает, ещё поищем. Понятно. Не зря там Ленин рядом валялся. Ну, что-то произошло, я не знаю. Давай ему доложим. Уф, спасибо, что спас меня. Я уж думал, навсегда тут застряну. Надо валить отсюда, пока монолитовцы не засекли нас. Пошли. Я тебя не просто так спас. Мне сказали, что ты знаешь вторую часть кода от кейса. А, так это ты, тот самый. Да, вторую часть кода я знаю. Но сначала давай выберемся из этого места куда подальше. Дойдём до перехода на склады. А потом я тебе скажу вторую часть пароля. Только поделись каким-нибудь стволом. Я тут пока маялся, без оружия совсем остался. И патронов к нему отсыпь. Хорошо, сейчас посмотрю, что у меня есть. И передам тебе какое-нибудь оружие. Ага. На тебе шумный кольт, ладно. Чё, зачем он мне? Держи. Это подойдёт? Блин, посмотри ещё. Может, что поприличнее есть? Ты охерел? И кольт, главное, не возвращает. Вот пяточ. Пойдём с зомбированных подберём. Я ему уникальный кольт просто. Уникальный. Вот ПКМ тебе. Уникальный в своём роде. А он поприличнее что-нибудь есть? Ага. Куда тебе поприличнее? Нас мастер будет охранять, понимаешь? Там вот говорили, что какая-то экспедиция тут полегла. С БТРами крутыми. Мастер бы в соло их всех задефал спокойно. Да, то, что надо. Ну, естественно, то, что надо. Может, ты в руки его возьмёшь хотя бы. Так, ну теперь можно спокойно покидать данное здание. Мастер, как я погляжу, тут побуянил. И за пределами здания чётко выходил на улицу, видимо. Так, куда тебе до перехода на склады? Это на янтарь. На склады туда. Вот идиот, я тебе дал ПКМ, чтобы ты крался без него. Как обосранный. Господи, ну зомбированных тут просто, я не знаю. Мягко говоря, много. Грубо говоря, дохуй. Я монолитовца слышал. Ага. Даже видел. Даже ни одного. Мастер, иди сюда, помоги мне. Похоже, вот здесь у них какой-то лагерь. Нет, тут всего лишь один чел где-то. Так, давайте покинем данное место, потому что нам нужно вывести пацана, а не воевать с монолитовцами. Ммм, не повезло кому-то. Всё, задание одновлено, спасти связного. Давай поговорим с тобой. Подожди, тут кого-то слышал. Или мне показалось. Ладно. Отличный сталкер, спасибо тебе за спасение. Запиши вторую часть кода. Она звучит как РКСР. А теперь слушай. Снорк! Мастер! Ну что ты стоишь, блин? А, и всё, и этот обосрался теперь. До встречи. Понимаю. А теперь слушай внимательно. Ты уже знаешь, что если неправильно отключить рубильник, то сработает ловушка. Первая часть пароля у тебя есть, вторую я тебе сказал. Перед выключением рубильника не забудь ввести пароль в компьютер, находящийся напротив самого рубильника. Прощай и удачи тебе. И что, у меня вот один набор букв, получается, вводить нужно будет потом в компуктер на радаре. Странные пароли у монолитовцев. Ладно. Где искать БТР, я пока не знаю. Вероятно, где-то около речки может быть. Сейчас посмотрим. Но я иду в эту часть города, потому что тут у нас как бы область поисков. Найти сталкера Колю и бар укрытия. Подожди, а область поисков чего? А, ну да, это по поводу самохона. Всё верно. Тут голубая точка на биорадаре. Тут, походу, где-то контролёр. Его необходимо убрать, потому что он меня бесит. Вон он, вон он, мастер. Иди убери его, давай. О, боже. Тихо, 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 тихо. Давай. Ну, просто лучший. Кстати, вот в этих домах показывает на биорадаре просто большое количество зомби. Ты что там устроил? Я уже забоялся за мастера, кстати, потому что он много урона получил. Так, ага. Сделали, получается. Помню, тут обычно, ну, какие-то переходы запихивают. В Кулов Чернобыле в том же тут переход был. А тут вот сделали такую речку. Это что там? Какая-то баржа и снорк. Сделали речку и мостик через неё. Прикольно, прикольно, красиво смотрится. О, к нам ползёт тварь. Даже две, даже три. Ну, вот я высматриваю БТР, но БТРа никакого я пока не вижу. Ну, а снорков уже порешал мастер. Ну, ладно, того порешал я. Ох, ни хрена ты. Алло, сзади. Кик. Остальные снорки разбежались. Всё, мастер, давай, кончай развлекаться и погнали. Там снова... Ой, ёп. Там два контролёра. Что? Почему они на дороге? Какого чёрта? Мастер, убей их, пожалуйста. С двумя я точно не справлюсь. Они мне как начнут камеру мотылять. Я больше никогда не восстановлюсь. Ага, они вот за меня уже начали стрелять. Это не, я сейчас нажимал, если чё. А этот стоит зевает. Давай, помогай. Минус один. И там ещё второй, по-моему. Или нет? Или ты двоих убил одним выстрелом? А, он двоих одним выстрелом убил. Ладно, что это я? Усомнился, что ли, в мастере? Так-то за контролёров нихера дают. Ты посмотри, у него уже 2500. В начале серии, помните, у него 1900 с чем-то было? Охренеть. Ну, реально скоро так меня догонят. Но если он меня догонит, устроим войну. Войну за топ. Когда он меня догонит, я буду уходить в отрыв. Так, где-то там бункер. Но сначала давайте всё-таки поищем тут по заданиям. Найти сталкера Коли и область поисков самогодного аппарата. Вот я, наверное, с самогодного аппарата начну. Чтобы оценить вообще, чё он там тяжёлый. Нет? Смогу ли я с ним вообще таскаться? Похоже, он где-то здесь. Я не знаю. Заходим в падик. И... Ну, это просто область поисков. То есть, просто нам говорят, ищи в этом доме. Ну что ж, ищем, ищем. Что это? Необычный чайник. Найти аномальную домашнюю посуду. Остальную, точнее. В смысле? А чё это за квест вообще? Что? Что? Почему указывать на учёных? Я вообще не понимаю. Чё это за квест? Почему? Или просто я, типа, ну, понаходил аномальные образцы и должен сдать учёным? Ну ладно, будем ещё искать посуду, если, конечно, смогу её здесь найти. Но... Это странно. Как-то просто взял и появился квест. Так, вторым этажом тут, кажется, дело ограничилось. Дальше решили не делать лестницу. Ну, хаты тут так-то. Это почему-то, кстати, напоминает ролик один, геймплейный, из мода Альтернатива. Я, возможно, его в будущем когда-нибудь начну, но не могу ничего обещать. Он там, типа, очень такой... О, реально, записка какая-то. Записка радиста. Записка из мёртвого города. Записка из мёртвого города. Задание 0-0 самогоноварения и познание вселенной. Чё? Маша. Костю забрали за самогонов. В четверг пришёл майор из воинской части, что по соседству сказал, что мы спаиваем солдат. Продаём им самогонку. Забрал аппарат, а Костю увели в гурсовет. Только бы его не посадили, Наталья. Ага. А куда? Да кого баба домашнего на стол горячая? Кто горячая? О! Боже мой! Вот это баба, что ли? Спасибо, спасибо, ты меня защитил. Прилёг на диван чисто отдохнуть. Или это кроватка, я не знаю. О, счётчики. Ну-ка, плюс в чай у кого такой же счётчик. Блин, и чё теперь? Продолжить поиск информации. Ага, вот, область поисков новая. Но я, пожалуй, продолжу обыскивать вот этот дом. И, наверное, тот тоже обыщу. Это всё-таки двухэтажный, кстати. Я почему-то думал, что это там пятиэтажка. Искать буду аномальную посуду. Потому что хочется найти ещё. И, в конце концов, завершить этот квест. Ох, ну тут чисто какая-то криповая ванна передвинутая. Тут два чела валяются. Страшно. Можно я отсюда уйду поскорее? Найс меня заживала просто. Ну, кстати, в этом доме что-то больше нету никакой аномальной посуды. По крайней мере, я не нашёл. О! Меня и тут затянуло. Сейчас сдохну. А как мне спастись отсюда? И как я вообще зашёл в дом тогда, если тут аномалия? Загадка от Джака Фреско. О, всё. На улице что-то зомби ходят. Надеюсь, мастер с ними разберётся. Потому что я на них отвлекаться не хочу. Ну, чё-то, если честно, поиски так себе идут. Не могу больше ничего найти. Вот этот подъезд похож на предыдущий. Тут также чисто был лутабельный первый этаж. А на втором этаже ничего нет. Я слышал опять контролёра. Ну-ка посмотрим. Может, хоть тут что-то будет? Если нет, то печально. Кость нашёл. Так, мастер, ты там, главное, не умри, пожалуйста. О, тут второй этаж доступен. Класс. Ну, короче, ничего нету тут больше. Я хз. Ну, раз метка на учёных указывает, то, наверное, уже можно обратиться к учёным. Да я вообще не понял по поводу этого квеста. О, вон, контрик. О, он колдует. Иди убей его. Всё, он его убил. Так, тут зомбу. Зомбу. Ладно, всё-таки зомбу он пришил. Ещё один. Ой, серьёзно? Всё, он мне уже начинает тут мозги пудрить. Давай, иди убей его. Вот, жалко, мастер иногда тупит. Откровенно. Меньше бы он... Я вот просто так стрелять начал. Меньше бы он тупил, меньше бы проблем у меня было. Ну, он контролёр. Чё ты его не убьёшь-то? Понятно, он не хочет. Ладно, придётся мне забрать эти очки. Всё, убил. А вот и Коля, кстати. Вот он. Неизвестный артефакт у него есть. Эх, дядя Коля, разыскивая меня, погиб в этом ужасном месте. И душа его не найдёт себе здесь покоя. Хозяин, я могу помочь. Мне нужен артефакт, который ты нашёл у Коли. Хозяин, я закончил с артефактом. Теперь дядя Коля покоится с миром. Спасибо тебе за помощь. Если ты оставишь меня, я и дальше буду тебе помогать в твоих поисках. Да без боя, чё? Ну и всё, у него диалоги те же остались. Только исчез тот диалог, что мне нужно делать. Потому что квест его я выполнил. Помог чебурашки, чё? Плюс реп. Так, чё у нас по времени? Время 15.01. До ночи ещё далеко. Поэтому бункер вряд ли закроют. Пойдём пока что искать самогонный аппарат вот здесь. А в домах, интересно, может быть аномальная посуда? Ну я не знаю просто. На всякий случай давай попробую пообыскивать дома. Может чё-то да найду. Хотя, если честно, очень сомневаюсь. Чё за тайник, подожди. Какой-то тут замок. Осмотреть тайник. Какой нахрен тайник? Чё-то именно на замке, кстати, пишет осмотреть тайник. Странно. О, я помню в Аблимен Лост ремейке там была то ли Экза, то ли Сева. По-моему, Экза всё-таки. Её нужно было как-то гранатками аккуратно выбить. Да, кстати, дома похожи на как раз-таки из Аблимен Лост ремейка. Тоже из бара, помните? Ну, либо мне так кажется, хрен его знает. О, подожди, там чё-то есть? Там чё-то есть или мне кажется? Ну-ка. А, это бутылки из той комнаты, чьфу. А, кстати, неплохое спальное место. На печке вот так вот лечь, да? Я бы поспал так. А может и... Спасибо. Атмосферненько, классненько. О, тут чисто банька-парилка. Ля, чё-то аж захотелось. Так, меня сюда не пускают, понятно. Ну, не знаю, зря тут хожу и чё-то ищу, потому что тут реально ничего нет. Короче, всё, я закончил обыск домов. Ничего не нашёл. Пустая трата времени, погнали на метку. Так, ну понятно, тут, видимо, какой-то либо военный, либо... Ну, скорее всего, это военный участок. Где-то тут должен быть аппарат, либо же следующая зацепка. Сейчас опять найду какую-то бумажку. На военную часть напали мутанты. Выпили весь самогон и забрали аппарат с собой. Ну ладно, в тот момент мутантов-то не было. Во времена, когда писались эти записки. Это чисто гражданская тема тут. О, ну, да. Очередная записка, понятно. Черновик рапорта. Черновик. И у начальника, бла-бла-бла, рапорт. Докладываю вам, что 31.03.1986 в 21 час 00 минут по адресу вопрос-вопрос-вопрос задержан и доставлен в дежурный штаб в ВЧ гражданин Петров Константин Иванович. А чё значит в ВЧ? А, дежурный штаб военной части, наверное, имеется в виду. Или чё? Проживающий по адресу улицы Ленина 1, квартира 6, нарушил установленный УК СССР закон о нелегальном изготовлении алкогольных напитков в домашних условиях. По адресу проживания задерживано было обнаружено самодельное оборудование для изготовления самогона, которое было изъято. На основе изложенного полагал бы привлечь данного гражданина к административной ответственности по части 3 статьи 20 УК СССР. Ответственный за порядок громцев АМ не забыть аппарат отдать сержанту Купцевичу. Понятно. И чё? Теперь это в другой части военной части. Вот в этой будке, видимо, да? А, понимаю, я беру разспавненную сама, стереди, разберись с ним. Будку я, кстати, лутал. Там ничего не было. А теперь, походу, что-то появилось. Или нет? Нет, тут ничего нету. А может вот тут? Нет, тоже ничего нету. Так, в ангарах, что ли? О, да, записка какая-то опять. Петька, возьми у прапорщика фотку и иди в башню. Надо сбить замок с ящика, а то я ключ от него посеял, когда через дыру забора лез Юра. Точнее, через дыру в заборе. Так, и чё? Ага, вот та самая вышка. Понимаю. А это чё такое? Потерянный ключ. То есть нужно сначала найти ключ, а потом уже идти тот замок открывать. Видите? Нашёл случайно. Так, ну вот она, дыра в заборе. И где-то здесь, видимо, ключ. Ну и где он? А, вот он лежит на земле. Всё, идём открывать. Мастер, наверное, бегает за мной, думает, чё этот идиот делает? Так, вот оно. И использовать ключ. Этот ключ не подходит, отберите другой из связки. В смысле? А, вот, выбран четвёртый ключ из связки. Не подходит. Пятый. Не подходит. Шестой. Чё я сделал? Не подходит. Рофлишь. Первый. О, открыл. И тут у нас смятая пачка. Смятая пачка Беломор канала, на которой что-то написано. Понятно. Юрка Громцев нас раскрыл. Я перепрятал аппарат у тётки в доме номер 10 по улице 25 октября. По улице 25 октября, наверное. Петя. Капец. Просто какая-то невероятная, невероятный блокбастер с этим самогонным аппаратом. Ну погнали за ним, раз уж я начал. Да, тут бар, конечно, рядом. Да хотя нет, ладно, мне лень идти так далеко, поэтому давай всё-таки сначала в бар заглянем, а потом уже пойдём, если что, за аппаратом. К слову, батареи я так и не нашёл. О, а где буква О? Упала? А, вот она лежит. Овщи. Ладно. Так, ну вот они тут, все сталкера всякие. А вход в бункер где? Так, это чё тут вообще? Какой-то склон. Ага, всё, конец локации. Вход, наверное, где-то в магазине овощей. А, ну да, тут же какой-то подземный переход был, я помню. Вот он, вот он. Наверное, это оно и есть. А, нет, засыпали. А шо тогда, вот это что ли? А, Рил. Нормально вы тут устроились. И бар тут, как во блин Лос-Ремейке. Да, ох, нормально ты тут устроился, ладно. Чё, а там миру? Понятно, радио играет. В рыбе говно это. Вояка тут сидит какой-то. Ну, короче, веселье у вас тут. Не, бар очень классный, атмосферный, да? Чисто сидят пацаны. Сыграем в шарики, нет? Сейф открытый. Тут чё? Тут можно зайти. Спит мужик. Лисочек. На нём даже можно прочитать, что написано. О, давайте попробуем. Со стороны руководства управления не уделяется должного внимания базовому хозяйству. Ага. Короче, ясно. Какой-то доклад, наверное. Так, ладно. Давай попробуем с военным поговорить. Нет, военный не хочет говорить. Тут можно, ну, почти со всеми поговорить. Ладно, здарова. Привет, сеть, а вы меня искали? Боцман. Да, привет, стрелок. Рад тебя видеть в добром здравии. Ты куда пропал? Уже слухи пошли, что накрыло тебя на радаре и в живых уже нету. И как ты через город прошёл вообще? Там сейчас жарит похлеще, чем на янтаре. Мы уже неделю тут без вылаза сидим. Выбраться никуда не можем. Еда и вода заканчиваются. Если что-то срочно не предпринять, то нам тут всем кранты. Хм, ну в некотором смысле я на самом деле почти погиб. А через город у меня шлем есть особый, защитный. Сахаров собрал. Шлем защитный, это здорово. Нам, позорясь, нужно как-то связь с остальной зоной восстановить. А то припасы скоро закончатся. А в каком смысле почти погиб? Да, в общем, видимо, действительно накрыло меня где-то в центре зоны. Память потерял я. Да ладно, не шутишь. Серьёзно. Очнулся у Сидоровича, сметка чудной на руке. Говорят, с грузовика смерти меня сняли. Ни черта себе. А что помнишь вообще? Ну вот с момента, как очнулся, так и помню. Память пока полностью не возвращается. Так, только сны снятся. Да местами фрагменты из памяти всплывают в знакомых местах. Слушай, а как же группа твоя? Призрак и Клык. Они вообще где? Погибли они. Клыка на складах наёмник подстрелил. А призрак в лаборатории под янтарём контролёра достал. О-хо-хо. Вот это дела. Жаль, хорошие ребята были. Да, вот это ситуация. Так, ну раз такое дело, попробую тебе помочь хоть чем-то. На правах старого друга. Спрашивай, что тебя интересует. А я по возможности расскажу, что помню. А потом поговорим, зачем звал. Расскажи, откуда ты меня и нашу группу знаешь. Да мы с вами в своё время вместе в зону пробирались. С севера и с Беларуси. Много чего видели. Много уникальных артефактов нашли. Потом, после того, как зона выросла и новые территории стали доступны, сюда дошли. Вместе стоянку тут основали. Потом вы дальше отправились в зону топтать, а я тут осел. Вот стоянку облагородил. Торговлю наладил с большой землёй. Эх, жаль, не помню. А стоянка как тут появилась? Ну, это надо с самого начала рассказывать. Городок этот, место жуткое. Ночевать в нём нельзя, можно умом тронуться. Галлюцинации всякие, хрень жуткая со всех сторон лезет. Кранты, в общем. Но, хоть место дикое и жутковатое, но больно уж артефактами редкими ценное. Найти, правда, их не так просто. Да ещё пока солнце светит. И вот, как-то мы, отправившись на вылазку в это мрачное место, наткнулись случайно на старое бомбоубежище с рабочими гермодверями. Ну и рискнули запереться в нём на ночь, и не только остались живы, но и не двинулись крышей. Хотя глаз всю ночь не сомкнули. Место запомнили, рассказали знакомым и стали использовать как привалочную базу, в которой оставляли нужные припасы и пережидали ночь. Вскоре почти все сталкеры этой местности узнали об убежище. И к закату зачастую в него собиралось сразу несколько десятков человек разномастного виду. Делать тут до рассвета особо нечего, просто пережидать скучно. В итоге стали резаться в карты, кости, припёрли из здания гуркома даже целый бильярд и стол. О, ну я его видел, да. Генератор дизельный запустили пару столов и коек оборудовали, уютное местечко получилось. А чтобы не разграбили и порядок поддерживался, дежурных назначили. С одного из зданий скрутили старую сирену ГО и запитали от генератора. Теперь при наступлении сумерек включаем сирену, дабы оповестить тех, кто в городе, что пора сматывать удочки и бежать в убежище. Ну а так как я тут с самого начала был, то меня старшим негласно записали. Всё равно на большой земле никто уже не ждёт. Я за местом следить на постоянной основе нужно, держать форпост цивилизации, так сказать. Такие дела вот. А что вообще творится такое в городе, что молва жуткая по всей округе? Я понимаю, конечно, в зоне странного нет, но это, мне кажется, перебор даже для неё. Ну, так-то городок 32 всегда был не особо гостеприимным местом. Но в последнее время что-то вообще всё хреново стало. С месяц назад сюда приехала крупная экспедиция в полном фарше, на стражниках со специалистами забугорными. И давай тут мерить всё, исследования вести, как обычно, в общем. Мы им тут помогали по мелочам, торганули немного редких артефактов, но, в общем, сильно с ними не контачили. Местное излучение не мешало, они все в защитных костюмах дорогущих, ну и работали себе. И вот, значит, где-то пару недель назад сидим, значит, ночью, режемся в нарды, часа это 4 ночи было примерно. Дикий стук в двери с криками «Помогите! Откройте!» и всё такое. Так-то мы обычно ночью запираемся наглухо и не открываем никому, стрёмно ведь. Из города ночью такое лезет. Но тут я чувствую, что голос-то этот знаком. Это ж полковник Прохоров орёт. Начальник охранной экспедиции. Да как орёт, я его едва узнал. Что такое, думаю, у них же там защитного снаряжения и оружие в вагон, ещё днём всё нормально было. И что вы? А что мы? В общем, дверь открыли, быстро втянули его внутрь и снова закупорились. И это, я тебе скажу, была МАПУПА. Что это вообще? Честно, первый раз такое слово слышу. На полковнике лица нет. Белый, как полотно. Зрачки расширены до предела. Весь трясётся. Говорить толком не может. Только вскрикивает и бормочит что-то панически. Костюм защитный. На нём был в хламину. Кровью забрызган. Шлем помят. Идти толком не может. Как вообще до нас добрался? Большой вопрос. Влили в него чуть не силком полбутылки водки. Срезали остатки костюма и уложили спать. Дальше всю ночь как на иголках. А утром пошли на разведку. Полковника не добудились. Он ещё двое суток проспал глухо. Только потом в себя пришёл. Добрались до здания, где учёные расположились. В старом спортзале на центральной площади. А там батенька с задницей. Бардак ужасный. Мебель у дверей свалена. Как будто кто-то пытался в здании забаррикадироваться. Кровь кругом. Оборудование всё в хлам. Но при этом ни одной живой души. И ни одного трупа. Стало ясно, что произошло у них что-то жуткое. И с той ночи стало в городе всё намного хуже. Центральная часть теперь почти как янтарь. Туда нормально зайти невозможно. Мозг закипает. Контролёры появились. Много. Раньше их тут вообще не было. А с ними много зомбированных. Весь город теперь ими кишит. За артефактами в город уже и не думают сталкорисоваться. Такие вот дела. А дальше что было? Дальше. Короче, через пару дней Прохоров с себя пришёл. И рассказал, что там случилось такое. Сначала всё вроде тихо было. Ну, в пределах. Костюмы защитные помогали. У них там шлемы у всех особые с такосъёмниками. Они там снимали, замеряли, образцы собирали. В аномалии приборами тыкали. А в ту ночь у них вдруг народ начал медленно крышей ехать. Массово. Кто горло начал себе ногтями раздирать. Кто голову себе о стену разбивал. А кто просто ствол в рот и... Тут ещё зверьё попёрло. Кто до этого умом не двинулся, забаррикадировались и в доме. Часть те, кто с ума посходил и разбежались кто куда в суматохе. Вот такая вот ситуация. Снаружи мрак и все окрестные твари. А внутри люди с катушек слетают один за другим. Одним словом, под утро те, кто ещё соображать мог, кое-как вырвались. Выжившие погрузились на стражники и погнали, не разбирая дороги из города. Один только БТР прорвался. Второй в озере утопили. А третий попал в комариную плешь. И его в блин превратило. Выжившие забугорные учёные со второго БТР, среди них и Прохоров был. Вызвали эвакуацию по радио и за ними прислали грузовой вертолёт. Они погрузились и даже взлетели, но потом и пилота накрыло. Разбились в общем. Хорошо хоть невысоко подняться успели. И в аномалию какую-то при падении не угодили. А вот что было потом, Прохоров уже рассказать не смог. С момента падения не помнит ничего. Как до нас добирался, не знает. А это ведь через весь город надо было пройти. Ну вот с тех пор у нас и сидит. Эвакуировать его сейчас не могут. С нами тоже не выбраться. И похоже он после этого всего малость умом повредился. Всё рассказывает про какого-то хозяина города. Мол убить его нужно, иначе мы все тут сгинем. Да курить непрерывно. Поговори с ним, может придумаешь как его вытащить. А то нервничают ребята, когда его видят. Считают, что он неприятностей притягивает. Заодно может и нам помочь получится. Хорошо, я попробую. Ля, какая интересная история в этом городе. Серьёзно, прям читал с интересом. Ммм, обычный чайник за 5 тысяч могу продать. Так, ладно, где там Прохоров? А, вот он. День добрый, полковник. Боцман говорит тебе помощь нужна? Домарь по-прежнему у меня в голове ковыряется. До сих пор не могу в себя прийти. Чёртов хозяин. Погоди, не так быстро. Расскажи, что знаешь, с самого начала. Я тут уже всем рассказывал. Да не верят, блин. В общем, тут под городом что-то есть. Что-то живое. И оно как контролёр, только намного сильнее. Хозяин. Оно себя называет хозяин. Ты говорил с ним? Не я, оно само говорит со мной. Я слышу его у себя в голове ночами. Пытается приказывать, только водкой и спасаюсь. Чем больше выпью, тем хуже его слышно. Парни тут крутят пальцем у виска и думают, что я свихнулся. Но я не свихнулся. Я точно знаю, он есть. И ты поймёшь. Только слушай внимательно. В общем, после того, как мы приехали и начали исследование, с самого начала всё пошло как-то странно. Не то чтобы очень. Это зона всё-таки. Тут всякое бывает. Но уж очень странные совпадения пошли. Не бывает таких совпадений. Даже в зоне. Учёные, в общем, где-то через неделю сказали, что, кажется, знают, что тут происходит. И что-то в разговорах всё время сравнивали с янтарём. Говорили о наблюдениях Сахарова и про излучатель Кайманова какой-то с нестандартными параметрами излучения. Триангуляцию собрали сделать. И сделали. Лазили по зданиям с приборами. Что-то замеряли. Уровень излучения, видимо, в разных точках. И вот в день, перед тем, как всё началось, пара учёных собралась к реке. Пробы воды взять. Но пробы так, пробы. Ушли они, в общем. Я с ними охрану отправил. И как-то долго их нет. Уж дело под вечер. Остальные учёные нервничают. Перешёптываются что-то. Я уж собрался отправить группу их искать. И тут возвращаются. Только странные какие-то. Бледные. Без проб, без охраны. Бормочут какую-то чепуху про какого-то хозяина. И что он, мол, проснулся и очень недоволен. Начальник экспедиции, профессор Северский. С ними заперся. И долго что-то расспрашивал. Вышел потом оттуда очень нервно. И никому ничего не сказав. Отправился к себе. Говорить по закрытому каналу связи. А учёных, что к реке ходили. Укололи успокоителем. И положили отдыхать. И что дальше произошло. А как стемнело, вот тут и началось. Какой-то кошмар. Жуткие галлюцинации. Голоса в голове. Начали лететь с катушек. Буянить. Стволы похватали. Перестрелка началась. Да ещё и зомбированные попёрли. Тут уж полная жопа. Мы кое-как забаррикадировали лестничную клетку. И засели на втором этаже отстреливаться. А галлюцинации всё хуже. Пара человек застрелилась вообще. К двум ночи стало ясно, что нам кранты к утру. Если срочно что-то не сделать. Разобрали баррикаду кое-как. Пробились к машинам. Загрузились и помчались к чертям из города. Головной в итоге прорвался. А наш в болоте засел. Третий вообще влетел в комариную плешь. Расплющило его. Все кто внутри был накрылись. Связь ещё была. Вызвали кое-как срочную эвакуацию. Почти полчаса своё начальство убалтывал на ночной вылет. В итоге всё-таки отправили за нами чинук. Добрался он до нас. Сел. Мы быстро погрузили раненых. Сами закинулись и на взлёт. Летим над городом. Я к пилотам в кабину. И тут пилот на меня смотрит и говорит. Хозяин велел вас не выпускать. Штурвал наклонил и направляет вертушку прямо в землю. Я только успел схватиться за поручень какой-то. Дальше удар. И не помню больше ничего. Обрывки только. Какой-то тоннель, вагоны. И голос хозяина, приказывающий. В себя пришёл уже только тут. Да, та ещё история. Так и что в итоге? Что делать-то со всем этим предлагаешь? Думаю, уничтожить эту тварь нужно. Пока она жива, нам отсюда не выбраться. Да и мозги вкрутую скоро сварит. Или сдохнет тут все с голоду просто. Короче, есть у меня идейка одна. Думаю, те учёные не просто так ходили к реке. Они, скорее всего, смогли найти источник излучения. Очень уж они часто триангуляцией занимались в разных частях города. А те двое, что якобы пошли за образцами воды, на самом деле пошли источник этот разведать. И, видимо, разведали, раз такая задница началась. Нам нужно найти эти замеры. Тогда и источник отыщем. А как? И куда эти двое вообще делись? Да как весь этот бардак начался, затерялись они. С катушек слетели одними из первых и убежали не весь куда. А данные, как назло, только у них в КПК остались. Не успели на центральный сервер переслать. Где их теперь искать, даже не представляю. Обыщи город, не могли они далеко уйти. У тебя защитное устройство есть, ты сможешь их разыскать. Только помни, к девяти вечера ты должен быть тут, в убежище, чтобы не случилось. К девяти просыпается хозяин, и мы двери запираем наглухо, не отпираем до шести утра. Понял? За полчаса до запирания включаем сирену. Как её услышишь, бросай всё и бегом к нам. Понял? Понял. Отправляюсь искать. К девяти вечера я тут, как штык. Если какая снаряга нужна, у боцмана возьми. Ну, если найдёшь чего существенного, тоже сразу неси ко мне. Понял? Боже, ну и ужас. Так, ну ладно, мы с мастером прорвёмся. Время пять. Четыре часа у нас есть. А Мёртвый Город как-то казался мне плюс-минус дружелюбным. Ну и таким, типа, ну Мёртвый Город, как Мёртвый Город, пока я всю историю не услышал. Но это капец какой-то. Так, а чё там за баржа? Давай чекнем. Мне интересно. И чё тут? Ну тут снорк, а? Кик. И текстурные трупы. Ну и всё, больше тут, походу, ничего нету. О, аномальный болт. Так, ну речка, не знаю, выглядит очень дружелюбной. А там ещё один аномальный болт. Надо его забрать. Забираем. Так, ребят, хозяин Мёртвого Города приказал мне заканчивать запись, потому что я уже довольно долго записываю. И продолжим мы заниматься тут всеми поисками, в том числе и БТРом в следующей серии. А пока, друзья, большое спасибо всем за просмотр данной серии. Если она вам понравилась, не забывайте ставить лайки. Также обязательно подписывайтесь на мой канал, прожимайте колокольчик, если тут впервые. Вступайте в игру по ВКонтакте, ссылка на есть в описании. Также, как и ссылка на скачивание этого мода, если вы хотите с нами поиграть. И ссылка на плейлисты непрохождения, в случае, если вы не видели остальные серии. Большое ещё раз спасибо всем и покедова. Субтитры сделал DimaTorzok